Телеканал КРТ представляет Великолепно, что ему Если я не ошибаюсь, в Лондоне был этот конкурс Сделал так великолепно, что Завоевал призовое место Мир увидел и услышал Как талантлива и красива Украина После этого ему посыпались угрозы От местных идиотов Недопатриоты, нацики Посчитали, что это не патриотично Не ту песню пел и так далее И тому подобное И тогда Было сказано одним из них Что все равно у тебя здесь ничего не получится Казалось бы, да Лающие псы не кусают Но это шоколье Еще и пытается покусывать Мальчик Великолепно исполнил Иную сейчас композицию Больше десятка тысяч голосов Подписали за него Ну как вот эти плюсы Или что они там ставят Люди, лайки За качество исполнения И ему Несмотря на классное исполнение Несмотря на талант Отказывают в конкурсе В участии в конкурсе На национальный отбор Детское Евровидение 2020 Понимаете как? Получает его бабушка Официальное письмо От национальной общественной Телерадиокомпании Украина Уважаемая Лариса Владимировна Национальная общественная Телерадиокомпания Украины Выражает вам свое уважение И уведомляет Что установила Несоответствие заявки Этого мальчика Ткачука Максима Требованием Под пункта Г Пункта 3-4 Положение о национальном отборе На участие в детском Евровидении 2020 О чем этот пункт? Этот пункт о том, что Не допускается Сейчас Не допускается к участию В Евровидении Певец Который Принимал участие В каких-то мероприятиях И публичных Организованных Государственными органами Учреждениями Страны-агрессора Или на территории Страны-агрессора В автономной Республике Крым Или на оккупированной Территории Украины Но так как Ребенок этот Не мог быть Нигде Из перечисленных Пунктов То ума Большего не хватило Вот они решили Этот все-таки Пункт Применить И тупо Отказали Ему В дальнейшем Участие В Евровидении 2020 Если бы ему было Как мне За 40 Он бы Плюнул на Этих нацистов И растерел И растер бы И шел бы дальше Шел бы потому Что талант Выведет И кстати говоря Мальчик Тебе 12 Запомни это Талант тебя Выведет Бог тебя Выведет Нормальные люди На твоем пути Попадутся Тоже выведут Мы еще к этому Сейчас вопросу Вернемся Я сначала хочу Приоткрыть вам Уважаемые люди Что на самом деле Происходит в Украине Мы же Зациклены На тарифах Бизнес На налогах Врачи И пациенты На ковиде Ну и все На Зеленском И Порошенко А вот Из таких вещей Соткано Сегодняшнее Уродливое лицо Нашей страны Причем Соткано Умышленно Соткано Наносно Соткано Конченными Особами На самом деле Вот задумайтесь 12 лет Талантливый парень Который может Прославлять Страну Но Негодяи Которые Взяли на себя Право Судить Просто потому Что кто-то Не так поет Не на том языке Разговаривает Не там родился Не с той фамилией Негодяи Которые Повылазили После Майдана И задача которых Было бы Чистить сортиры И сараи Как говорил Преображенский А сегодня Они представляют Украинскую власть Прости Господи Эти негодяи Уродуют лицо Всей страны И наше с вами Еще раз За то Что не так Спел песню Не ту песню Точнее Смуглянку 12-летнему Таланту Отказали В участии В Евровидении Я хочу напомнить Что не так давно Одна из Наверное Величайших Поп-певиц Украины Современности Маруф Точно так же Была недопущена На Евровидение Таким же Кодлом Которая засела В этом Конкурсном отборе В этой национальной Компании О ком идет речь Кто эти люди Которые так Ненавидят людей Кто этот Я.Ладыгин Что это вообще Такое за Национальная Общественная Телерадиокомпания Украина Вы видите Портреты Борцов с детьми Глава Алласания Известный В журналистских Кругах Человек После 2014 года Очень Фильтровал Чтобы на УТ-1 Не попали Люди Которые Были До Майдана Во власти Или авторитетными Людьми Или еще как То есть Ну служил Новым А в целом Алласания И его Национальное Общественное Так называемое Телевидение Хотя Вот отдайте себе Отчет Вы хоть смотрите Национальное Общественное Телевидение А УТ-1 Смотрели Вот это уровень Его журналистский И его уровень Продюсерский И менеджерский Зато Хочу Чтобы понимали На год На эту контору Выделено Два миллиарда Наших с вами денег Два миллиарда Наших с вами денег И тратятся Эти деньги Ими Ну кроме того Чтобы шоковать И классно жить Еще и на то Чтобы Давить Талантливых детей Не пускать Их на конкурсы Поехали дальше Вот тот Кто подписал Ярослав Ладыгин Ответственный За первый УА первый Ну наверное Хороший канал Там кто Слушает Гребенюк В 2007 Закончила ВУЗ После Майдана Стала Заместителем Министра Сейчас Член Вот этого Национального Совета Родион Никоненко Кстати За несколько Дней До этого Голосования Уволился Поэтому Надеюсь Он в этом Позоре Не участвовал Ну и два Других Тоже Искренне Честных И порядочных Парня Хоркин Чернотыцкий Вот эти Вот приняли Решение Будучи Членами правления НСЦУ О том Что 12-летний Талант На самом деле Не такой уж и Талант Знаете Когда Читаешь Исторические Материалы Или Смотришь Слышишь Слушаешь Очевидцев О том Что творилось В годы войны Когда Уничтожались Дети Старики Женщины Когда Вырезались Целые Семьи За Сотрудничество С Красной Армией Или с Новой Властью Или там Несотрудничество Допустим С УПА Или Бандеровцами Думаешь Да как Это ж невозможно Так Так быть Не может Но когда Понимаешь Что Готовы Мстить Детям Когда Понимаешь Что Это у них На генетическом Уровне Собственно Отдаешь себе Отчет Да Все это Было Реально И все Это Было Возможно Я Немало Расследовал Преступлений Которые Были Совершены В отношении Детей Разные Были Преступления В основном Против Жизни И здоровья И я Скажу С убеждением Уважаемые Люди Что Ну На зоне Таких Преступников Нехорошо Принимают Они Не пользуются Там Мягко говоря Уважением Вот Может быть Прокурорство Это в крови Это сложно Вытолкнуть Но Мое отношение К тем Кто таким образом Поступает С Детьми Они Преступники И я уверен Что Если не людская То божья кара Настигнет Каждого Из тех Кто Мстит Ребенку Мстит Детям Причем По своим Больным Надуманным Либо Недоделанным Либо Заказным Основанием Продолжение следует Продолжение следует